Сердце развивается в одном направлении, потому что духовное знание – это важная вещь. Духовное развитие человека – самая важная вещь в жизни. Без него невозможно нормально жить вообще. Нас обманули вот здесь, вот в это буржуазное развитие. Типа культура потребления – это и есть то, что мы должны получить. Вот эта вот культура, в которой мы должны получить максимально материальное счастье. Сейчас эта культура проповедуется в мире. Это зараза уничтожающая жизнь человека. Страшная культура, разрушающая нашу судьбу. Потому что материальное знание всегда стоит на втором месте, никогда оно не будет главным. Если человек не развился как человек, он не может быть счастливым, даже у него тысячи, миллионы долларов. Посмотрите, эта культура воспитала сколько сейчас примитивных людей, богатых и примитивных людей, которые не могут ни любить друг друга, ни нормальные отношения даже строить. Которые по факту даже извращают и так извращенную нашу жизнь. Поэтому нравственное знание стоит выше материального. Оно дает счастье людям и развитию. А духовное знание самое высокое. Когда духовно любят и развиты, они немедленно, все процветают, страна начинает процветать. Поэтому правители должны с себя начать. Они должны сами духовно развиваться, духовное знание получать для того, чтобы люди все изменили свою жизнь. В ваших лекциях часто используют слова «правильно», «неправильно», «хорошо», «плохо». Не является ли оценочный подход и право осуждать других превознесением себя над другими? Анастасия. Спасибо вам, Анастасия, что вы заметили во мне оценочный подход и желание себя провозносить над другими. Я вам очень благодарен за это. Это очень правильно по отношению ко мне. У меня есть желание провозносить себя над другими. И я сегодня как раз об этом думал перед лекцией. Просил Господа, чтобы он мне дал возможность увидеть это. Это очень трудно увидеть. Вот, допустим, смотрите, Анастасия. Вы сейчас оценили меня. Не является ли ваше желание оценить меня желанием превознести себя надо мной? Подумайте над этим. Это то же самое, что и мне надо подумать. То же самое. То есть, видите, у нас у всех есть это желание превозносить себя над другими. Вот вы, допустим, мне это сказали, и мне на сердце больно стало. Но эта боль означает, что у меня есть это. Если бы мне не было больно, значит, не было бы этого у меня. Сто процентов есть. Точно так же, как у вас, Анастасия, похоже, ко мне есть какая-то нелюбовь. Потому что, если бы вы меня любили, вы бы сказали мне это наедине. А вы мне это сказали при всех. Это значит, что как-то вы меня недолюбливаете. Но даже в этом не проблема, на самом деле. Проблема заключается в том, что есть люди здесь на лекции, которые, слушая мои лекции, меняют свою жизнь. И даже если я недостойный человек, и они, слушая мои лекции, меняют свою жизнь, то пусть они меняют свою жизнь дальше. Потому что это редкая вещь, когда люди меняют жизнь. Что касается правды и неправды, то я не говорю сейчас о своей правде. Я говорю о правде, которая описывается священными писаниями. И человек обязан, каждый человек говорит о правде, должен говорить о правде, которая описана священными писаниями. Каждый человек должен об этом говорить. Действительно, есть правда и есть ложь. Правда описывается в священных писаниях, ложь описывается в чем-то другом. И я в своих лекциях стараюсь основываться на священных писаниях. То есть, когда вы говорите, правда-неправда, правильно-неправильно. Понимаете, я это делаю, потому что люди посчитали меня старшим в этих вопросах. Я не являюсь старшим в этих вопросах, я младший. Так я говорю своему наставнику. Но как люди приходят на мои лекции, это значит, что они считают меня старшим. И мой наставник мне сказал, ты должен быть старшим для них и давать им наставление. Не потому, что я такой уж сильно возвышенный и продвинутый, потому что таково мое служение в этом мире людям. Бог так захотел. Поэтому я это делаю. В моем сердце однозначно есть много недостатков. Но я буду продолжать это делать, несмотря на то, что вы, Анастасия, и еще много других людей сейчас меня активно критикуют за то, что я делаю. Это обсуждалось в кругу моих наставников, собралось достаточно много старших, и они мне сказали, проблема не в том, что ты это делаешь, и в том, что у тебя есть недостатки, а в том, что люди не понимают важность твоего служения этому обществу. И поэтому открыто тебя критикуют при всех и пытаются опозорить. Проблема не в том, что ты это делаешь, а проблема в том, что люди не понимают, как правильно исправлять другого. Они мне сказали также о том, что если человек хочет тебя исправить и возвысить, он подойдет и тебе скажет об этом. Но если он хочет тебя уничтожить, он будет это делать тайком и от тебя, и распространять твои недостатки массово для всех. То есть, если вы хотите меня возвысить, тогда исправьте меня. А если вы хотите меня опозорить, тогда подумайте, зачем вам это надо. То есть, вы от этого улучшите свою жизнь. Какой смысл в этом для вас? Подумайте об этом. Для меня есть смысл, потому что мне старшие сказали, как бы тебя не критиковали, это для тебя очень полезно, пожалуйста, слушай это, принимай и очищай свое сердце. Для меня хорошо. Насколько это для тебя будет полезно? Подумай, потому что в священных писаниях есть такое утверждение. Цитируй Багавадгиту. Апичет судурачару, баджате мам ананья бак, садур эва химантовья, самьяк в евхито хиса. Перевод. Даже если человек судурачару, су означает очень сильно, дурачару означает дурак дураком. Даже если сильно человек дурак дураком, не просто там, а вообще просто дурак дураком. Если он встал на путь служения Богу и делает это искренне, садур эва химантовья, его надо считать святым, он еще не святой, но другие должны его таким считать, в отношениях с ним. Таков этикет отношений. И потом добавляется, это сам Бог говорит о джуне в Багавадгите, а потом он добавляет, потому что он знает, что люди будут сомневаться, он добавил, самьяк в евхито хиса, он говорит, и в этом нет сомнений. Если кто-то хочет говорить о возвышенном, о духовном, и он дурак дураком, то надо считать его хорошим человеком. И в этом нет сомнений. То есть он хочет изменить эту культуру, этот мир, эту жизнь. Почему бы ему это не делать? У него есть ошибки, у него ничего страшного. Пускай это делает. Это нужная вещь. Дальше Багавадгите говорится. Перевод. Очень быстро. Шипрам. Очень быстро. Бавати дарматма. Очень быстро он станет праведником. Очень быстро такой человек станет праведником. Шатват Шантини Гачхати. Вечный мир в своем сердце обретет. И дальше интересное утверждение. Всем заявляй, Господь говорит, всем заявляй, что в своем намерении служить мне этот человек никогда не погибнет. Анастасия, я ответил на ваш вопрос. Станьте, пожалуйста, скажите. Вы достаточно удовлетворены моим ответом или нет? Спасибо вам. Спасибо вам. Спасибо вам большое, Анастасия. Спасибо вам. Я так воспринял это. Я так воспринял, потому что есть люди сейчас, которые так себя по отношению ко мне ведут. К сожалению. Поэтому я так воспринял. Простите меня. Хорошо. Вам легче стало, вы вернулись. Давайте, это важный вопрос. Вы слышали все вопрос, да? Нет? Смотрите, вопрос такой. Я жила много лет с мужем, со своим, и я не была счастлива с ним. потом я не выдержала и ушла от него. И встретила человека, с которым я счастлива. А он меня зовет назад и говорит, я покончу с своим жизнью, если ты не вернешься. Я вернулась сейчас назад к нему. И мы сейчас дальше говорим об очень важных вещах с ней, для каждого человека. Видите, женщина очень искренне сказала, это значит, что есть смысл это послушать, для каждого человека. Да? Я не знаю сейчас, как продолжится эта беседа, но я говорю о том, что это важно. Так? Давайте дальше будем слушать. А я задаю определенный вопрос с целью разобраться. Вы почувствовали, что вы правильно поступили или нет? Да. Я включила вашу передачу самопередовую. Да. Я решила нашли ответ. замечательно. Теперь вас тянет назад к тому человеку, светлому, чистому. Я бы хотел с ним жить, если бы не было вот этой ситуации с моим мужем. Так? Да. Спасибо вам. Я вам так благодарен за ваш вопрос. Веди меня, олень, по моему хотенью, веди меня, олень, в твою страну оленью, где сосны рвутся в небо. Так? Это то, что наше сердце всегда просит. Согласны? Видите, ребенок закричал. Это знак. Что согласны? Так и есть на самом деле. Но проблема заключается в том, что эта страна весенняя и оленя и счастливая, она на самом деле должна быть высоте, выси нашей жизни. Понимаете? Вот допустим, почему люди в храм ходят? Некоторые там жить остаются, но там есть правило. Если хочешь в храме остаться жить, живи без мужа и жены. Пытаетесь понять это? Что есть ввысь возвышенная чистая жизнь. Понимаете? Это жизнь вне кармы, вне судьбы. Ей можно жить такой жизнью каждому из нас. Но в этом случае мы не должны помышлять о личной жизни. Даже помышлять запрещается монахам. И они в этой стране возвышенной живут. Чистой, возвышенной стране. Если у него есть желание личной жизни, то это в ад превращается. Но если нет желания, то эти монахи живут чистой, возвышенной жизнью и живут просто в такой светлой судьбе, которую даже невозможно представить нам, каждому из нас. но человек, который женат, тоже может жить такой светлой судьбой. Для этого надо понять, как. Смотрите, человек может жить чистой, светлой судьбой в том случае, если он понимает, что отношения с наставником или духовные отношения лишены половых желаний. Вот, допустим, одна женщина пришла ко мне и говорит, Олег Геннадьевич, я не знаю, что мне делать, я так запуталась. Я говорю, что случилось? Она говорит, наконец-то в моей жизни появился наставник. Я молилась, появился наставник. И он давал мне наставление, я почувствовал такое счастье. И мы поехали в паломничество с всей командой и там в паломничестве почему-то он склонил меня к половым отношениям. «Веди меня, олень, по моему хотенью». И как бы он вроде бы для меня наставник, но он сейчас повел себя как муж и у меня есть муж, который меня любит и я не знаю, как мне быть. Видите, другая ситуация. Мужем хорошее отношение, но наставник, так как ему она верила, поверила и больше ничего. Вот. Он вдруг оказался в постели с ним неожиданно. Такое произошло. Как вы думаете, в чем причина? Вот я ей сказал, не беспокойся ни о чем, давайте разберемся. В чем причина? И знаете, когда мы долго-долго с ней разбирались, оказалось, что она перепутала возвышенные отношения с мужем с духовной жизнью. Возвышенные отношения с мужем даются как награда за твою честную жизнь перед Богом. Как награда. Понимаете? Если нет такой награды, то довольствуйся теми отношениями с мужем, которые у тебя уже есть сейчас. Понимаете, да? О чем я говорю? Но если ты хочешь возвышенных отношений с мужчиной, вот тебе мужчина, строй с ним, пытайся возвышенные отношения. Корми его освященной пищей, молись рядом с ним. Постепенно будут возвышенные отношения со временем. Когда придет время. Но если ты хочешь духовных отношений, даже не помышляй о том, чтобы наслаждаться мужчиной. Даже не помышляй. Если ты строишь глазки наставнику, значит, есть вероятность, что он начнет на это реагировать. И это хорошо с той стороны, что человек, который реагирует на глазки женские, он не может быть наставником. Он дисквалифицирован в этот момент. Понимаете, о чем я говорю сейчас или нет? Человек, который ведет себя возвышенно в жизни и хочет женщине помочь, он не должен пытаться наслаждаться ее телом и красотой. Это не те отношения, которые ведут к Богу. Эти возвышенные отношения нужны человеку, каждому в жизни. Они строятся в храме, когда нет половых желаний. В храме очень чистая возвышенная атмосфера. Люди не смотрят друг на друга с вожделением. По крайней мере, не должны так смотреть. Если кто-то смотрит, поэтому говорят, одень косынку, дура, куда пришла. Понимаешь, куда пришла или нет? Раз, а дело пытается понять, куда пришла. Она еще не понимает, но по крайней мере уже старается. А дело косынку пошла. Не помню, зачем, почему здесь я должна прятать свою красоту? Да не потому, что как бы никто не хочет, чтобы ты была красивой, а потому, что здесь другая красота, высокая красота. Потому что, когда ты красивой будешь стоять перед алтарем, то все будут смотреть на твою красоту, а надо смотреть на алтарь. Ты отвлекаешь. Поэтому надо косынку дать, чтобы не отвлекать. А? 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 Не помогает косынка, что делал? Это как, знаете, есть такой анекдот. Мужик был такой бородой, с волосами такой, и его звали Фридель Энгельс, мужик, а он подметал улицу. Вот. И как бы, он постоянно всем рассказывал, как жить надо. И все слушали, собирались, не давали ему подметать. Когда его начальник вызвал, говорит, слушай, что ты выпендриваешься? Поменяй фамилию, имя, живи как человек, подметай улицу, если ты сдворник. Он поменял фамилию, имя, начал подметать, все равно собираются, как бы, и слушают. Говорит, ну сбрей бороду-то, чего ты позоришься, как бы, ты же один к одному похож на Фридриха Энгельса. Сброй бороду, сделай как-то, загримируйся, чтобы тебя не узнавали. Загримировал, все равно собираются. И тогда начальник думал, думал, говорит, ну переоденься, ну одевайся так, чтобы был как дворник. Он говорит, да я все равно, одеваться буду, все равно будут собираться. Тот говорит, а почему? Да я не знаю, куда умище деть, понимаете, не знаю, куда его деть. Ну очень красивая девушка, но не может платочком себя закрыть, ничего страшного. Просто делайте так, чтобы, хотя бы из приличия. В храме знакомиться лучше, чем в ресторане. Это хороший признак в храме, если познакомились, хороший знак от Бога уж. Продолжаем беседу. Смотрите, ваше непонимание о том, что такое духовная жизнь и что такое личная жизнь дало вам такой результат. Привожу пример, который вы уже, похоже, слышали из моей лекции. Когда одна женщина, да, решила бросить мужа ради духовной жизни и забрала ребенка и уехала в поселение духовное. Слышали это или это? Нет? Многие слышали. Еще раз говорю для вас, чтобы вы поняли, о чем сейчас речь. Она мне рассказала всю свою жизнь эта женщина. Там в поселении она встретила мужчину духовно развитого. Начала с ним духовные возвышенные отношения строить после того, как бросила мужа на костях, на чужих частей себе не построишь. Она начала строить с ним возвышенные отношения. Он бросил тоже свою жену с двумя детьми. Они создали духовную возвышенную семью. В этой семье родился ребенок один. Потом дальше, так как там тяжело было жить в общине с ребенком, они поехали, с маленькими. Поехали там, где жил до этого мужчина. И у него там, в этом городе, еще жена с двумя детьми жила. И он постепенно начал перекочевывать к своей жене, потому что, он говорит, у нас с тобой духовная семья, у меня есть еще материальная семья, вот сейчас это понял. Я должен о ней заботиться. Он говорит, если хочешь, мы будем с тобой продолжать духовные отношения строить. Она не захотела. Вернуться к мужу к тому же не смогла, потому что у него уже другая жена. И, кстати, он смог судом отбить у нее ребенка своего. Вот. И она осталась со своим ребенком, с маленьким, одна. И потом она за пьянчушку вышла замуж и, слава Богу, говорит, хоть какой-то муж есть. Это результат духовной жизни этой женщины. Спрашивается, почему же так Бог ее наказал? У нее нормальный мужик был. Нормальный мужик. Почему же он ее теперь с пьянчушкой-то поселил? Так потому что недуховная это жизнь. Понимаете? То, что вы сейчас говорите, это недуховная жизнь. Духовная жизнь означает, вот дам тебе муж и сдавай свои экзамены с ним, это духовная жизнь. А выпендриваться перед своей судьбой и идти к кому-то непонятно, это уже недуховная жизнь. Анастасия. Где Анастасия есть? Моя олицетворенная совесть. Пожалуйста, простите меня, что я с ней так разговаривал очень серьезно. Может показаться, что я на нее наезжал. Я просто хотел, чтобы она поняла, поэтому я так разговаривал, но я к ее люблю, эту женщину. Она очень искренне меня спросила, я сейчас искренне ответил. Можем могло показаться, что очень строго и что я не имею права на такую строгость. Я согласен, что я не имею права на эту строгость, но мой долг это сказать. Вы услышали меня? Останетесь с мужем. Она говорит, да, но тем более, что он бросил пить. Спасибо вам, спасибо вам за ваш пример. Человек должен давать пример, потому что здесь многие сейчас с этим вопросом сидят. Вы дали пример этим людям и мы победим поэтому. Видите, Бог вам дал возможность жить правильно. Да? Простите, пожалуйста, можно вопрос по теме вот этой? Да? Скажите, пожалуйста, вы говорите, Бог ей дал возможность показал жить правильно. У меня вопрос такой, а как вы считаете, вот то, что ее супруг говорит о том, что покончит жить самоубийством, то есть он дает и на психику, он ведет себя эгоистично, он ведет себя просто непорядочно. Это как бы, понимаете, то есть он не вынуждает ее вернуться, потому что она хочет этого, ну, в душе. Это просто это вот непорядочное сходское считаю отношение, вот так вот публикулировать своей жизнью. Разве можно вот говорить я убью себя, вот даже вот так. Это же ненормальная ситуация. Так, какой выход? Вот вы сказали, что вот она должна вернуться, разве это нормально, да, вот что это научит ее мужа, ведь вы же видите, что это непорядочная сторона его... А как правильно сделать? С его стороны? Нет, с ее стороны. Вот смотрите, он говорит, я покончу с собой, если не вернешься, она вернулась. Она вернулась, потому что она человек, как именно в душе, как человек... А как правильно делать? Как правильно? Ну, он же ее заставляет... Правильно. Шантаж, да, согласен. Он ее просто над ней издевает. согласен. Порядочный человек себе так не должен... Так, согласен. Согласен. Что делать? Что делать жене? Я вот и хочу вас спросить, как вы одобрили ее, вы одобрили ее возврат? Так, одобрил я. Так. С другой стороны, это же неправильно жить с человеком, который спекулирует на вот таким святым, как собственная жизнь. Я не знаю, вот я тоже не знаю, что делать. Так, и что делать теперь? Хочу спросить вас, но мне кажется, что... Вы хотите меня спросить или говорить? Я хочу спросить, почему вы... Как вы... Нет, я смысл понимать с одной стороны. То есть вы не хотите спросить? Хочу спросить, но какие-нибудь еще варианты есть? Нет, давайте мы с вами разберемся, вы доказываете мне что-то или хотите спросить? Я ситуация... Если вы доказываете, я говорю, согласен, да, он поступил неправильно, он там спекулирует своей жизни, угрожает ей, шантаж производит. Не возмущена, я тоже возмущен. Есть ли у меня какие-то другие варианты, потому что мне кажется, с таким человеком, который так себя ведет, она, да, она как порядочный человек вернулась. Но мне кажется, что находиться вот с таким человеком, то есть жертвовать собой для того, чтобы... Мы же не знаем их ситуацию, может ли действительно там с ним действительно... Мы не знаем ситуацию, согласен, да. Ну, могут быть какие-то варианты как-то... Могут быть варианты, допустим, не... Да, согласен. Могут быть варианты, допустим... Почему она должна терпеть, как все? Она должна отработать, знаете. Я просто... Моя хорошая, я одно не понимаю, вы мне задаете вопрос или доказываете мне что? У меня когда, понимаете, у нас сейчас семейная ссора происходит. Я обычно жене спрашиваю, моя дорогая, ты как бы мне что-то доказываешь или спрашиваешь? Я давайте задам вопрос и вы спрашиваете. Я... Ну, задайте вопрос. Моженная ситуация совершенно, мне просто возмущает вот его поступки. Нет, это не вопрос. То, что вы сейчас говорите, это доказательство, это не вопрос. Или вы вопрос хотите задать? Да, я не могу. Ну, что, значит, давайте, это я вас спрашиваю, давайте, а не вы меня спрашиваете. Понимаете, есть два способа отношения строить. Один способ сверху вниз, то есть вы сейчас как наставник ведете со мной себя, вы говорите мне, Олег Геннадьевич, это безобразие, должны быть другие варианты. Я говорю, хорошо, я согласен. Ну, если по вашему мнению, может быть еще какой-то вариант вот развить? А, теперь вы мое мнение спрашиваете. Да, ваше мнение хочу. То есть я должен ответить или буду... Ответить. Ну, то есть вы прям примете мой ответ. Ну, естественно, я хочу узнать ваше мнение, может быть, вы есть? Потому что вы очень грозно говорили, я уже боюсь вам отвечать. Мужчина просто, я не знаю. Я понимаю, вот я и говорю, поэтому вы меня угрожаете сейчас или как? То есть я, ну, как бы, я же, этот, должен отвечать или нет? Я настолько взлетел его поступок, так. Я хочу понять, в этой ситуации есть ли у него первые женщины другие варианты, кроме того, что я уже пришел в пластичности? Что мне делать, скажите? Пожалуйста, по вашему мнению, у нее есть еще какие-то варианты, которые... По моему мнению, вы его примете? Конечно, я приму тоже, ваше мнение хочется понять. Пока я не увидел, что конечно. Я вижу пока, что конечно не примете. Потому что вы угрожаете, говорите, что он плохо поступил. Я не считаю никому, мне просто, вот я говорю, свое личное отношение к данной ситуации хочу... Так, Мое мнение. Да, ваше мнение. У нас сегодня интересная лекция, да? Просто интересная. Веселая, да? Просто организаторы говорят, что-то на вашу лекцию Олег Геннадьевич меньше народу стал хоть сделать и что-нибудь. Я начал помолиться Богу, говорю, я не могу ничего сделать, ты что-нибудь сделай. И лекция стала интересной. Потому что эмоций много сейчас у нас, так? Спасибо вам за вашу вот смелость внутреннюю. Понимаете, такая вещь, что когда человек хочет узнать истину, он не должен оправдывать свое мнение, свое понимание вещей, он должен смириться, быть смиренным. была такая ситуация, вот как Бхагавадита было написано, там на поле битвы был Арджуна и Кришна. То есть это воплощение Бога, Арджуна ученик. И сама ситуация была создана для того, чтобы истину узнать. Знаете, там ситуация была интересная, что волей судьбы на противоположной стороне поля битвы у Арджуны стояли его родственники, причем близкий родственник. Там стоял его дед, который обучил ему искусству самый любимый человек на земле. Там стояли многие-многие любимые люди для него. Но они были клятвой обязаны стоять на той стороне, хотя они хотели быть на этой стороне. Но клятва заставила их стоять на той стороне и сражаться против своей воли. И Арджуна сказал, «Пожалуйста, Господь, отвези меня». А Господь решил не сражаться. Сказал, «Я не буду сражаться, ты будешь сражаться». «Отвези меня, пожалуйста, покажи мне глаза тех, с кем я буду сражаться». Это он отвез на сельдину, колесницу, на сельдину поля битвы. То Арджуна увидел глаза своего любимого деда, своего любимого наставника в боях искусствах. Он увидел глаза. Увидел глаза дяди по матери, которые он любил. Увидел глаза своих братьев, с которыми надо было сражаться, которые жили греховной жизнью и пакости, подлости совершали. Много раз пытались убить его с его братьями и так далее. он увидел своих родственников, лук выпал у него из рук. И он сказал, «Я не буду сражаться. Лучше я буду жить без царства и лучше я буду нищенствовать. Пускай они убьют меня прямо сейчас, но я не хочу проливать кровь своих родственников ради того, чтобы наслаждаться этим царством». Тогда Господь ему объяснил, ради чего он сражается. Что он сражается не ради того, чтобы наслаждаться царством, а ради того, чтобы служить людям в этом царстве. Когда произойдет эта битва, то не будет уже никакого наслаждения от того, что произошло. Не будет никакого наслаждения после такого сражения управлять этим царством. Потому что в этой битве почти все погибнут. И дальше он нам объяснил, что ты не выбираешь сражаться или нет. Потому что это твой долг перед этим миром. Это битва добра и зла, а не твоя с твоими родственниками. Но сначала, когда еще не было этого разговора, Арджуна очень много восклицал. И он доказывал, почему он не должен сражаться. Он объяснял, что когда погибнут эти возвышенные люди, женщины останутся одни, без защиты. И это означает, что культура будет рушиться. Много примеров привел, доказывающих, что ему не нужно сражаться. Много примеров. Понимаете? Но когда он замолчал, то Господь ничего не отвечал ему. Он просто стоял и внимательно смотрел на него. И тогда Арджуна склонился и сказал, пожалуйста, скажи мне правду. Я теперь твой ученик. Я не хочу больше ничего говорить. Я хочу знать только истину, какая бы тяжелой для меня не была. вы готовы слушать правду или нет? Вы уверены в этом? Уверены? Потому что до этого я не видел, что вы хотите слышать. Я видел до этого, что вы хотите говорить. Готовы? Ну вот смотрите, допустим, она не возвращается, муж убивает себя. Мы же не знаем, что будет. может убьет, может нет. Мы не знаем. Он угрожает, ведет себя нехорошо. Допустим, он себя убивает. Дальше что? Он подлец, да? Убил себя. Это грех великий. Но как она будет себя чувствовать? Она будет счастлива? Ей дальше жить же, Она и так счастлива. нет. я вас задаю вам вопрос. Она будет счастлива или нет? У нее вообще вариант плохой. Вы ошибаетесь. Всегда в жизни есть хороший вариант, есть плохой. Но гнев ослепил ваши глаза. Гнев ослепил ваши глаза сейчас. Потому что она уже сказала, что муж бросил пить от того, что я вернулась. Уже Бог показал путь. Уже видно, что это хороший вариант. Но гнев сейчас ослепил ваши глаза. И вы не знаете хорошего варианта. Я вам специально раскрыл второй вариант, чтобы вы узнали, какой правильный. Понимаете? Гнев бывает женским, бывает мужским. Но человек в гневе рушит свою жизнь. Вот смотрите, веды объясняют, что такое гнев. Гнев это такая сила, которая заставляет человека забыть обо всем хорошем, близком человеке. Вообще забыть полностью. Человек не помнит ничего хорошего. Знаете, я когда эту тему раскрывал, я спросил людей, поднимите руку, кто знает хотя бы одного человека, у которого нет ничего хорошего вообще. Ну нет ничего хорошего в этом человеке. И мне подняла одна женщина руку. Я говорю, расскажите про этот человек. Начал рассказ про свой муж. Говорит, нет ничего хорошего. Я говорю, как же это такого дурака замуж вышли. И она не смогла ответить на этот вопрос. Она говорит, я случайно вышла как-то, я говорю, случайно люди замуж не выходят, они не обезьяны. Она говорит, ну тогда я считала, что он хороший, но если вы считали, значит, что-то видели хорошее, она говорит, что-то видела, сейчас не видите, сейчас не вижу. Я начала трезветь. Как зовут вашего мужа? Моего? Да. У него есть что-то хорошее? У него очень много положительных. А тогда что вы возмутились? Я возмутила поступок этого мужчины. Андрей ваш так не поступит никогда? Возможно он и поступит, а тогда и меня возмутили. Меня просто не жалует. Теперь слушайте меня внимательно. Слушайте меня внимательно. Веды говорят, что когда человек осуждает другого человека, в этот момент он немедленно берет на себя его грехи. Если он сильно осуждает другого человека, он сильно берет на себя его грехи. Еще сильнее, еще сильнее, еще сильнее, еще сильнее. И наступает такой момент, если человек совсем осуждает другого человека, он совсем его грехи берет на себя, и ему придется поступать, только так же самому. То есть не мужу поступать так придется, а вам, моя хорошая, вам. Так вы сейчас так себя ведете, понимаете, чтобы вам так пришлось поступать. Называется не судим, судим, не суди, судим не будешь. Вы даже не знаете, в каких ситуациях люди оказываются, и даже не понимаете, почему они так себя ведут. Вот, допустим, если вы скажете, а я бы на его месте продолжала сражаться с этим ранением, и не плакала, не сидела. Хорошо, значит, Бог вам даст возможность быть раненой и сражаться с этим ранением. И посмотрим, будете вы плакать или нет. Понимаете? Мы не можем за судьбу решать, как человеку, когда становится больно, как он должен себя вести. Орать, что я убью себя, или не орать. Мы не должны рассуждать на эти темы. Потому что, когда человеку больно, он может проявлять слабость. У нас тогда получается такая ситуация, что в этой ситуации муж, вот ее муж, получается, как бы жертва, потому что ему плохо, да, вот. А вот в отношении данной женщины, ведь она же тоже, ну, нельзя сказать, что она такой отрицательный персонаж. У нас нет этой ситуации сейчас, вот с ней, эта ситуация уже закончилась. У нас нет ситуации вот этой женщины с ее мужем. У нас нет этой ситуации сейчас. У нас есть ситуация с вами. Ситуация такая, что вы не понимаете, что проблема ведь не в том, что мужчина так себя повел. А проблема в том, что вы его осудили. И эта проблема может разрушить вашу судьбу. И Господь через вас закричал. А вот этой женщине помоги. Она не понимает, что, когда она кого-то судит так искренне, она искренне разрушает свою жизнь таким образом. Видите, мы говорим о вас сейчас, не о том мужчине, который там плохо себя ведет. И мы не будем сейчас рассуждать о том, что, как бы, непонятно, то ли так, то ли сяк, и так плохо, и сяк плохо. Мы сейчас не рассуждаем об этом. Это не ваша ситуация. Когда она у вас будет, тогда мы будем ее решать. Сейчас нет этой ситуации. Но есть другая ситуация. Вы осудили слабость другого человека. Вот если я осужу вашу слабость, мы будем уже говорить о моей ситуации. Я не осуждаю вашу слабость. Я понимаю, что вам стало больно. Но теперь вам надо успокоить свой ум и сказать себе. Я никогда больше не буду осуждать, стараться не буду осуждать поступки людей. Потому что это приведет меня к тому, что мне придется сдавать тот же самый экзамен. Неблагоприятная ситуация в жизни. Теперь вы уже пришли к правильной точке, с помощью которой мы можем ответить на ваш вопрос. Когда близкий человек ведет себя ужасно и угрожает ситуация его жизни, нужно, правильный ответ такой, нужно сделать с первого взгляда неправильный шаг и пойти и спасти его жизнь. Даже несмотря на то, что он ужасно себя ведет. Даже если он просто манипулировал ситуацией, все равно надо вернуться и успокоить его. Таков ответ. Как правильно? Вы спросили, как правильно поступать. Вот так правильно поступать. А дальше она должна продолжать? А вы не знаете, что мы всегда должны наказывать близких людей? То есть у вас горит сердце желание наказать мужчину? Нет, я просто к тому говорю, что их можно же, и бывает люди, ну не сошлись. А, вот о чем вы меня спрашиваете. Люди сами добровольно разводятся и без скандалов. Ведь бывают такие тоже разводы. Я знаю, что люди расходились и нормально общались без злобы друг к другу. Ведь для такой ситуации тоже такие ситуации возможно. Может быть им как-то... Вот без злоба. Без злоба, просто обоюдно согласяся. Они развелись, да, они без злоба. Разошлись, как море кораблей. Нет, у них даже общий ребенок... Классный вопрос. Супер. Оба ребенка, но... Оба занимаются ребенком, но... Я стою на одном, а ты на другом. Весна какая выдала, какие дни настали. На что же ты обиделась, зачем же мы расстались. Все. Я буду говорить, вы будете молчать. Вы разошлись. Движемся дальше. Нет, не кричитесь, потому что я дал возможность человеку выговориться. По важной причине я чувствовал, что что-то не то. Она говорит о чем-то другом. И она сказала сейчас важный момент философский, который иногда у людей в сердце есть. Мы сейчас классную тему разберем с вами. Смотрите, тема какая. Утверждение было такое. До конца лекции остался час. Спасибо. Второй мотив железных дорог. Итак, тема такая. А почему бы нам просто взять и вот так, тихонечко так, оп, и не разойтись. Включаем тему. Смотрите. Мы не знаем о том, что когда мы начинаем вместе жить, то... А мне все время кажется, ну почему-то кажется, что между мною и тобой ниточка завяжется. Понимаете? Причем интересно, что я не завязываю сам ниточку. А кто-то другой завязывает. Вот в чем проблема. Ниточка завязывается не мной. Придумана не мной. Ля-ля-ля-ля-ля. Да? Этот мир придуман не нами. Этот мир придуман не мной. Да? Держимся дальше. Итак, когда два человека начинают любить друг друга, и когда они вступают в близкие отношения, интимные, согласно священным писаниям, древним ведическим, между ними завязывается узел отношений. Узел крепкий, который не подлежит никакому разрыву. Разорвать его невозможно. Без страданий. Люди не могут взять и разойтись, как море корабли. Потому что они связаны канатом судьбы. То есть, когда люди вместе начинают половыми отношениями заниматься и жить вместе, они замечают, как между ними узы родства завязываются плотной веревкой. Плотной веревкой. Даже когда им не тянет, их не тянет уже другому человеку. Уже не тянет. Они не хотят уже, ну, как бы, вроде бы быть вместе. И левка остается. И смотрите, молча рубили канаты. Да, грязь. Даль уходила земля. Вот. И что дальше? Как море корабли, да? А дальше, тот, кто рубанул канат, будет холодное сердце иметь. У него сердце становится каменным, как в этом мультфильме про снежную королеву. Помните, там был Кай. Он связался с снежной королевой. И у него сердце тоже холодным стало. А Герда, или как там ее, она страдала сильно, потому что он ее бросил. Это показывает пример, куда нельзя ходить. Он зря пошел к этой снежной королеве. Понимаете? Все, кто разрушают семьи чужие, это снежные королевы. У них каменные сердца, они не понимают, что они любовь разрушают. Я знаю, почему вы спрашиваете меня об этом. И вы знаете. Мы сейчас говорим не о вашем браке, а о сегодняшнем. Понимаете, о чем я говорю, да? Нет? Ну, значит, наверное, это не в этой жизни было. А я вот чувствую, что все-таки в этой. Что в этой? Ну, подумайте, что... До того как? До этого брака что было? Первый раз, да. Значит, это было в прошлой жизни. Хорошо, но это было в вашей судьбе. Я это так чувствую. Будьте осторожны. Будьте осторожны. Не бросайте близкого человека. Нет, не дай Бог, что все было хорошо. Надо другой вещи сказать мне сейчас. Я все смогу, я клятвы не нарушу. Своим дыханием землю обогрею. Только прикажи, и я не струшу, товарищ племян. Вы клянетесь жить с мужем? Всегда. Вы клянетесь? Вы клянетесь жить с мужем? Никто не может клясться. Вы ошибаетесь. Я могу клясться, что я буду жить с женой. Если Бог разрушит мои отношения, там она погибнет или еще что-то, это возможно. Но я не буду ее бросать. Я клянусь. Вы клянетесь? Я не отговорил себя, чтобы я с ней не делал. Не клянетесь, ладно, я понял. Хорошо. Сейчас объясню, почему вы не клянетесь. Эта философия бытует в этой жизни нашей. Бытует философия, что мы можем пожили-пожили, а потом бросили. Мы можем так жить, и это нормально. И бытует такая философия, что если нам плохо, вместе можем разойтись. Теперь сразу возникает вопрос. Видите, вы очень эмоционально себя вели. И я сейчас тоже раз у вас немножко, да, нажал на вас. Вы меня простили? Спасибо вам. Спасибо, спасибо. Мы сейчас важную вещь решим. У нас сегодня очень такая лекция динамичная, эмоциональная. Некоторые люди думают, что мы должны жить друг с другом, пока нам тяжело не станет. Поэтому они не зарекаются, и они создают гражданский брак. Вы расписались? Слава Богу. Они создают гражданский брак, в котором они могут жить столько, сколько могут вместе. А потом... Прощай, прощай. Прощай со всех вокзалов, поезда уходят в дальние края. Прощай, прощай. Прощай, мы расстаемся навсегда, под белым небом января. Прощай, прощай. И ничего не говори, и ничего не обещай. А чтоб понять мою печаль, густое небо посмотри. Видите, как лирично. Почему человек так легко уходит в дальние края, там уехал, расстаемся навсегда. Почему так легко? Потому что он верит вот в эту философию. Что все будет хорошо у того, кого я бросаю. У нас нет счастья уже вместе, мы не можем быть вместе. Потому что люди, некоторые верят во влюбленность. Они говорят, если у нас все будет хорошо, будем жить вместе. Все хорошо означает влюбленность. Потому что когда влюбленность заканчивается, уже не все хорошо. Жить вместе тяжело. И это касается всех людей. Вот это Алешина, психолог, доказала это. Что у всех людей, без исключения, вот этот вот пик, потом спад и все. То есть буква В. В семейной жизни обеспечена. Каждому человеку. Потому что веды это объясняют. Что влюбленность это подарок. Вот смотри, что такое влюбленность. Я смотрю на человека, да. И у нас сердца сгармонизировали. Два сердца друг с другом сгармонизировали. И под моим взглядом из этого сердца выходит хорошая карма. Допустим, я мужчина, она женщина. Я смотрю на нее, сердца сгармонизировали. У нее хорошая карма из сердца вышла. Что с ней произошло? Она такая, стала очень красивой. Тут же смиренной, послушной, заботливой, ласковой. Все самое лучшее из нее начинает проявляться. Но подружки удивляются. Господи, откуда чего взялось? Тоже я как бы, она на меня посмотрела. И дай бог, что у нее тоже как бы сгармонизировало со мной сердце. И тоже так раз. Раз, я такой непрекрасен вроде бы снаружи, зато душой красив наверняка. Понимаете? То есть раз и пошло. У меня тоже такой нормальный классный парень стал. И мужики все вокруг думают, господи. Это что это с ним происходит? Называется влюбленность. Когда люди влюблены, они такие, знаете, ведут себя супер. А на сколько длится эта влюбленность? Максимум 7 лет совместной жизни. Потом дальше что происходит? Прошла влюбленность, завяли помидоры. Приходит время, и люди не чувствуют вот это все. Я в этом случае всегда привожу пример. Бабушка пришла к врачу и говорит, я не мочусь. А сколько тебе лет? 85. Кончилась моча. Все. Ты знаешь, что бабушку не надо лечить? Моча кончилась, потому что уже возраст. Но лечить надо. Так же в семье, понимаете, они живут, живут, бац, кончилась. Нет уже, как бы, они ложатся, ничего не происходит. Ничего. Все. Кончилась. Что, расходиться, расплываться двум корабликам? Не бывает так, понимаете? Не бывает. Но не могут два кораблика расплыться. Потому что между корабликами и канат. Они расплываются, смотрите, они расплываются, да? Между ними канат, и на канате висит два ребенка. Сколько у вас? Один пока. И думаю, мне кажется, второй будет висеть тоже. Чувствую. Через пару лет. Вот. Два ребенка висит на канате. Они чувствуют, не могут расплыться, потому что канат между ними. Они вроде бы хотели, они верят в это, что можно так раз, и на расстоянии воспитывать детей, как вы сейчас сказали. Он на одном берегу, она на другом. Вот. Зачем же мы расстались? И они воспитывают детей на расстоянии. И потом как-то воспитываю, воспитываю на расстоянии. Потом смотрю, к ней приклеился какой-то мужик. Моей жене. Ну, то есть я как бы воспитывал детей на расстоянии, к ней мужик приклеился. И моих детей тоже начал воспитывать, скотина. А если они, ни он, ни она не вступили в брак? Не вступили в брак? То есть живут вместе, они не вступили в брак? Нет, они развелись, не вступили. Ни он, ни она. Ребенок же с мамой, а папа приезжает в выходные. И занимается ребенком. Ну, значит, они женаты. Ну, они в разводе. Официально. Это неофициально. Официально это в сердцах. А на бумаге это неофициально. На бумаге, но и нет близких отношений. Но ребенка... А близкие отношения, что вы понимаете по близким отношениям? Физических отношений. Да, но а в духовном они по-человечески. По-человечески. Они муж и жена, значит, живут вместе. Но чуть-чуть раздельно. Веды говорят, что люди могут жить раздельно, на расстоянии. Но они живут раздельно. Живут раздельно. Ненависти нет. Они муж и жена. У них нет никого, кроме их. Не живут в разных местах, но они муж и жена. Это самый лучший вариант. Это ведический вариант. Веды говорят, надо оставаться вместе. Если не можете быть вместе со всем рядом, вас растаскивают. Вы никого не заводите себе. Встречаетесь, общаетесь, воспитываете ребенка. Придет время, вас начнет втаскивать, и вы опять в союз Аполлон сомкнутся. Опять семья полностью как бы и все нормально. Ну смотрите, знайте, что когда люди этого не понимают, рано или поздно наступает такой момент, когда у кого-то из них кто-то заводится. А если не передает? Такого не бывает. Всегда заводится. Вот если люди как бы отдельно находятся друг от друга, и как бы ничего не обязаны, то рано или поздно у кого-то кто-то заводится. Если ведро открытым оставить, и там что-то гниет, фрукты какие-то, заводятся мушки такие, знаете, маленькие. Непонятно откуда вообще. Не было никаких мужа, потом раз завелись, как бы и начали размножаться там. Понимаете? У меня к вам вопрос. А вы вообще откуда взялись? Я просто задала вопрос про свою ситуацию, потому что у меня родители так, это действительно моя ситуация. Так они никуда не уходили друг от друга, они живут вместе, слава Богу. Просто люди иногда вместе живут, чуть-чуть раздельно. Продолжаем дальше. Спасибо, вы мне очень помогли. Сейчас я буду уже всем лекцию читать. Хорошо? Итак, смотрите, очень важно, мы вскрыли с этой девушкой, как вас зовут? И с Ириной очень важную тему мы подняли. Тему, можно ли разойтись друг с другом безболезненно? Невозможно. Невозможно. Кто-то должен рубануть, понимаете? Вот они плывут параллельно, два каната, и родители у ней плыли всю жизнь параллельно. Они разведены были официально, но при этом не заводили себе никого. И она верит, что так можно всю жизнь, потому что есть пример такой родителей. Понимаете? Потому что родители на самом деле и не разводились никогда. Вот этот развод на бумаге или неразвод на бумаге, это же ерунда. Понимаете? То есть главное это то, что происходит между сердцами. Но люди должны подкреплять то, что происходит с сердцами, бумагой обязательно, чтобы это сильнее еще было. Еще в церкви надо повенчаться, чтобы еще Бог помогал. Есть такие люди сильные, которые никогда не расходятся. Они вместе плывут, никуда не уходят и детей воспитывают. Поэтому у нее вот нет ощущения разрухи. У нее, понимаете, нет такого чувства, что мама с другим мужичком со мной живет, а папа в другом месте оказался. Понимаете? Такого нет ощущения, потому что другой пример. Вот родители не смогли вместе рядом, они живут параллельно, воспитывают детей и любят друг друга на расстоянии. Она говорит, они любят, они хорошо общаются на духовной теме, вместе жить не могут. Это нормально, понимаете? Это нормально. Но лучше не говорить, что мы развелись. Вот пришло время разделить на пожить. Надо говорить, мы вместе, но мы не можем пока совсем рядом. Приходит время, опять соединяемся. Я много таких примеров знаю. Люди вот так чуть-чуть живут, раз, опять сошлись, и так поплыли хорошо. Два кораблика. Так хорошо поплыли вместе. Понимаете? Просто поймите, что когда они расходятся, и вот так живут параллельно, да, то к кому-то приклеится. Почему? Потому что опасность есть, потому что нет защиты. Женщина, когда они живут с мужчиной рядом, к ней клеиться начинают. Она хорошеет сразу, когда она одна. Она привлекательной становится. К ней кто-то приклеился, когда приклеился, он уже этого ребенка своим начинает считать. И этот папа остается за бортом. И в этот момент происходит, крясь! Она даже не думала, что так бывает. Она-то думала, что ничего такого не бывает. Они жили ей так спокойненько, раздельно. А у папы так... Понимаете? Его разлучили с родным ребенком. И он приходит на порог этого дома. А жена ему говорит, ты знаешь, вот я тебе одну вещь хочу сказать. Ты бы так часто не ходил, ты раздражаешь моего мужа. Вот позванивайся с сыном как-то так. Делай, пускай он к тебе приходит, но здесь вот не появляйся вообще. И он такой, я буду меньше видеться со своим сыном. Такой, знаете, сердце разрушено, да? Он, сердце побито его. И он такой, это сильный стресс, который люди, из которых, по моему опыту, уходит год-два, надо три, чтобы выйти из этого стресса. И за это она будет отвечать. В результате ее сердце сразу становится холодным. И она не может с этим ножем мужем стать семьей. Она хочет с ним жить в любви. А не может у нее что-то не завязывается ниточка. Почему? Потому что обрубок там, понимаете, висит. И как выход какой? Надо молиться, понимаете? Молиться, очистить сердце. Это длительный процесс, что потом новые отношения завязались, потому что они завязываются по воле Бога. Когда Бог увидит, что она все поняла, Он ей дает возможность эту новую семью создать. Понимаете? Тяжелая ситуация. Она думала, если б я знала, как так тяжело, лучше б я и не уходила. Понимаете? Поэтому люди и не уходят друг от друга, не знают, что потом еще тысячу раз хуже будет. Можно, да, создать вторую семью. Можно третью, можно третью. Можно десятую. Но все время очень сильно тяжело потом. Понимаете? Много раскаяния, много проблем, много страданий. Дети остаются без родителей или наполовину. То есть очень тяжело. Разруха, понимаете? Разруха. И, допустим, бывает, что воевать надо. Война нужна. Бывает такое, что нужна война. Но сначала много-много надо усилий сделать, чтобы был мир, прежде чем война начнется. Понимаете? Они говорят, да повоевали, разошлись. Нет, так не бывает. Кровь льется, понимаете? Когда семья разрушается, кровь льется всегда. Не бывает так, что так раз, расплылись. Там канатик между ними висит. И семья создается для детей, не для вас. Попытается это понять. Я ушла от мужа, мне так тяжело жить. Да ты не должна об этом думать. Ты ушла от мужа, но жить тяжело. Сейчас стало детям и на всю жизнь. Это не твоя жизнь в семье, это жизнь твоих детей. Это для них семья создана. Если бы не для детей семья создавалась, тогда вообще зачем Бог создал этот институт семьи? Можно было бы очень просто жить. Сексом позанимались, разошлись, вообще не паримся. Нет, связи не возникает. Если бы мы так вот, так бы было, связи не возникает. Сексом позанимался, разошлись, 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 разошлись. Все. Отлично. Видите, подтверждили. Но так же не бывает, все по-другому, да? Мы начали жить вместе и очень сильная связь возникла между нами. Сильная связь. И мы ничего с этим уже не можем сделать. Поэтому и говорится, грех просто так жить вместе, без росписи. Почему грех? Потому что люди связь-то имеют друг с другом, а этого не понимают. Вы распишитесь и еще обвенчайтесь, чтобы вы это понимали, что нельзя разводиться. Потому что связь есть, она разрушит сердце близкому человеку. Зачем ты так тебе думать и жить? Зачем тебе разрушать сердце близкому человеку? Будете с мужем все время жить? А? Молодец. Буду, буду, Олег Геннадьевич. Лишь бы успокоился. Молодец, спасибо. В нормальном ключе мы движемся. Вас устраивает такая лекция? Все хорошо? У нас как концерт. Мы тут у нас драмы разворачиваются. Это вот уже не вопрос, это диссертация. Я тоже пишу как бы, но... Надо просто вопрос задать, что делать, ну вкратце как-то. Раньше я знала и чувствовала все очень, все, о чем вы говорите. А теперь я укрепилась в своих знаниях. Вот молодец какая. Я всегда могу помочь людям и дать вам ваши диски. Спасибо. Люди благодарны. У многих поменялась жизнь, судьба. Мне это очень помогло. Особенно моей семьи, мужу и мне, и моей дочери. Вопрос где? А? А, спасибо вам большое. Я думал, сейчас вот это все интрига такая. Думаю, сейчас какой-то вопрос. Уже приготовился вопрос, а нет. У меня есть своя фирма. Два раза я теряла своего партнера по бизнесу. По причине того, что человек думал только о деньгах. О, классный вопрос, супер. Супер. У вас есть партнер по бизнесу, да? Вы создали фирму для того, чтобы зарабатывать деньги. О чем будет думать партнер по бизнесу? О деньгах будет думать. Это значит, смотрите, это значит, так как партнер по бизнесу будет думать о деньгах, это значит, что тогда, когда у вас фирма начнет развиваться, и там появятся деньги, то кто-то кого-то обманет. Выбирайте, кто вы обманете его или он вас. Поэтому и говорится, что не нужно создавать фирмы, когда в них люди думают о деньгах. Если вы хотите партнерские отношения иметь, у вас должна быть более высокая цель. То есть у вас есть наставник, у вас есть, допустим, цель заработать на храм. У вас есть также желание быть достаточно обеспеченными людьми. И вы осуществляете два желания одновременно. Но ваш партнер по бизнесу, у него такие же цели. Он хочет строить храм так же, как вы. Пока вы вместе будете строить храм, у вас будет совместный бизнес, и в нем нет никаких проблем. Но как только вы построите и не захотите следующий храм строить, то есть вероятность, что он вас обманет и заберет у вас бизнес. Все. Почему? Потому что когда человек обманывает в деньгах, он не думает, что он обманывает. Ему кажется, что это просто правильный поступок, более практично так поступать. Ему не кажется, что это обман. Поэтому существуют разные способы создавать бизнес. Первый способ. Надо иметь более высокую цель, чем бизнес, и тогда бизнес будет крепким. Это уже, смотрите, не рассуждения мои. Это уже серьезные люди, такие как Кави, серьезные философы бизнеса уже об этом говорят. Что создавать бизнес и просто думать о деньгах без какой-то высокой миссии, более высокой, чем деньги, это просто безумие. Это означает, что будет разруха. Создавайте свой бизнес без партнеров, если вы хотите так. Но если вы с кем-то создаете, и у вас нет более высокой идеи какой-то совместной, вы думаете, что он вас не подведет, и поэтому создаете с ним бизнес. Это просто наивная глупость. Потому что когда появляются деньги, крышу срывают у всех без исключения. Ни один человек, видя деньги большие, не сможет устоять. Некоторые вот такие наивные думают, у меня крышу сорвало, но я буду с партнером работать. А у него по-другому крышу срывает, понимаете? Вот у него, когда его срывают крышу, он думает уже по-другому. А я не буду с ним работать. Привожу пример. Один святой человек очень сильно освященную пищу отдал своему ученику. И тот встал такой, смотрит на нее. А второй ученик увидел, что она у него в руках. Он взял у нее, выхватил и съел. И тот на него в морду, как бы. Их разодрали, и как бы к учителю привели, и говорят, вот они вот начали драться. И он, знаете, посмотрел на них обоих, и говорит, очень важно, когда тебе дают освященную пищу, есть его, ее, есть. Но самое возвышенное поведение, это когда человек, получая освященную пищу, кому-то ее распространяет. Понимаете? Так ему объяснил. Тот в морду лезет, он говорит, ты распространил освященную пищу. Поэтому в бизнесе есть два способа вести бизнес. Первый способ, это выбрать цель какую-то возвышенную, и вместе создавать команду. И с этой командой строить бизнес. Второй способ, тоже хороший, помогать людям зарабатывать деньги. То есть ты работаешь с каким-то человеком, помогаешь ему зарабатывать деньги, и он потом все деньги забирает себе. Ты помогал? Молодец. А если не хочешь вторым способом делать бизнес, тогда пойми, что это просто глупость так думать, что тебя не обманут, когда появится много денег. Это просто глупость. Все. Кто со мной не согласен, поднимите руку. Пожалуйста, поднимите руку, кто со мной не согласен. Это важно. Сейчас мы вскроем одну проблему. Есть такие, кто со мной не согласен? У кого нормальный бизнес с партнером? У вас. Спасибо вам большое. У вас партнер. А? А? Как люди работают? Видите, давайте пример. Как люди работают? Как они работают? Хорошо. И не бросают друг друга. У них хорошо бизнес развивается. А? Они друг друга не бросают в этом случае. Спасибо вам большое за то, что вы это сказали. Это очень важно. Как вы думаете, почему они не бросают друг друга? Потому что у них есть что-то выше бизнеса. Понимаете? Они любят друг друга. Они верны друг другу. Они порядочные люди. Понимаете? Порядочность означает, что есть что-то выше бизнеса. Попытайтесь это понять. Потому что если у человека нет ничего выше бизнеса, это значит, что он бросит. Потому что самому лучше понятно, как делать. Понимаете? Всегда лучше я приму решение, чем вместе с кем-то. Потому что всегда другой человек думает по-другому. Понимаете? У них есть порядочность. Они выше ставят что-то, выше бизнеса. Попытайтесь это понять. Я именно об этом и говорю сейчас. Понятно, да? То есть люди должны создавать бизнес не просто на бизнесе, у них должно быть что-то выше. Например, их дружба выше, или порядочность, или вера в Бога, что-то должно быть выше. Но даже это, то, что выше, иногда рушится из-за бизнеса, и люди, даже имея что-то выше, предают друг друга и бросают бизнес. Поэтому, если вы создаете бизнес, и ничего совсем нет, то точно вас предадут, а если есть отношения глубокие, может быть, предадут, а может быть, нет. Спасибо вам за беседу, это важно. Мы сейчас скрыли одну важную вещь. Когда человек видит богатство и деньги, крышу срывает у любого человека. Об этом говорится в Бхагаддите. Когда человек завлекает сильное чувство, там есть такой стих, Бхагаддите, говорится, когда человек одолевает сильное чувство какое-то, не просто человек, а даже очень разумный человек, и даже у святого человека может сорвать крышу. Бхагаддите так говорится. Одно сильное чувство может даже у святого человека сорвать крышу. Вот такой стих. Один великий учитель, Бесадев, который как раз и записал вот это все священное писание Бхагавадгиту, он воспитывал своего ученика Джаймини. И он, когда они прочитали этот стих, ученик усомнился, и он говорит, наверное, здесь неправильно буква стоит. И, наверное, у великого мудреца не срывает крышу, когда сильное чувство им завладевает, не срывает крышу. А этот Джаймини – это великий мудрец на самом деле, великий ученик великого учителя. И он тайком исправил эту букву, наверное, ошибка здесь в священном писании, исправил букву без воли духовного учителя, без его в нем ведома. А духовный учитель в сердце об этом узнал. И немедленно, то есть они жили в лесу и жили в таком очень, ну, в таком домике небольшом, это как монастырь у них был, учитель с учеником. И в этот момент подлил сильный дождь, а учителя рядом не было, подлил сильный дождь. И постучались в дверь, и Джаймини, мудрец этот, открывает и видит, что девушка стоит молодая, красивая. И она вся просто мокрая, ну, когда девушка красивая, мокрая в платье. Вы понимаете, как она стоит? То есть она стоит, как бы перед ним, очень красивая, платье мокрое, как бы, вот, перед мудрецом. И так как очень холодно, это чаще леса, и там джунгли, может все, что угодно с ней произойти, она говорит, пожалуйста, пустите меня, я погибаю, дайте мне прибежище, великий мудрец. Он говорит, пожалуйста, заходите. Она зашла, можно я погреюсь возле огня? Пожалуйста. Она начала греться, от нее начали исходить ароматы, прекрасные ароматы, женские, красивые такие ароматы. Все от женщины красиво исходит. Вот, и он попал под влияние этих ароматов и начал думать, наверное, пришло время мне поменять уклад жизни, потому что я уже выучился. Вот, и уже, как бы, обрел свое знание, мне пора уже. А вот эта девушка, она очень возвышенно, чистая, действительно была, очень выглядела, очень возвышенно, чистая. Она действительно подходила ему идеально, как жена. И он подошел к ней и говорит, вы знаете, я вот решил поменять свой уклад жизни, и решил взять замуж. Она говорит, ну, хорошо, я посоветуюсь со своим отцом, там, и так далее. Она говорит, он сказал, что когда выходишь замуж за великого мудреца, не обязательно советоваться с отцом, потому что отец, он как бы подчинен воле великих мудрецов. Она говорит, хорошо, тогда скажите, что мне сейчас нужно делать. И он сказал, он сказал ей, мы сейчас, вот видите, огонь, я сейчас произнесу священные мантры, самый быстрый способ бракосочетания, это когда мужчина берет женщину на руки и обходит вокруг огня три раза. Самый быстрый обряд бракосочетания. Взял ее на руки, начал обходить вокруг огня. На втором разе, когда он обошел, эта девушка превратилась в Есадеву, его наставника. И он начал стучать ему по голове и говорит, не надо и было исправлять эту букву. Он такой трюк с ним сыграл. Вот идея в чем заключается? В том, что не надо верить, что простой бизнесмен, с которым ты занимаешься бизнесом, если у тебя возникнет хороший успех в бизнесе, не надо думать, что сто процентов он оставится с тобой. Это иллюзия. Вот это ответ на этот вопрос. Сто процентов могут быть проблемы. Что человек думал только о деньгах, о неразвитии фирмы, о сотрудниках. Как понять, это мне урок, наказание, или мне нужно было дальше с этим людьми работать? Да кто кого бросил, пока не понятно. У меня есть фирма. Два раза я теряла своего партнера по бизнесу. Ага. Все равно непонятно. Какой вывод я должна для себя сделать из этих ситуаций? Причем оба случая приводили к тому, что это было для меня материально невыгодно, но я все равно с ними расходилась, а сама расходилась, говоря в лицо все, что я думаю. Правильно ли поступало, говоря им все, их недостатки в лицо? Конечно, нет. Если вы вместе бизнес делаете, недостатки близких этих людей надо терпеть. И с ними надо сотрудничать, надо им объяснять, как правильно жить. Но если вы разрушаете фирму, то это просто грабеж и все. Вы уходите, разрушаете фирму, это просто грабеж. Это неправильное поведение. Это сложный вопрос. То есть я занимаюсь сейчас этими темами. Бизнесменам тоже нужны советы какие-то. Мы начали какое-то образование в этом плане. Но я не думаю, что я сейчас должен этим заниматься. Это сложнейшие темы, вопросы. Надо просто принцип понять. Если люди занимаются совместно бизнесом, спасибо, и у них нет понимания, что есть что-то выше, они будут рушить все. Не будет части в этих отношениях. Давайте будем отвечать на вопросы. Как работать над собой, чтобы выйти из стресса? Стресс предназначен для того, чтобы мы поменяли нашу жизненную нить. Смотрите, некоторые женщины с мужем разорвались отношения, она пытается другого мужа найти. Понимаете, хрен редкий не слаще. Так из стресса не выйдешь. То есть, допустим, я сильно пострадал от того, что меня бросили. И я думаю, сейчас вот другого мужика найду, мне легче станет. Легче становится, но стресс в сердце остается. Почему? Потому что я не верю, что с ним будет все хорошо. Видите, один бросил, второму уже трудно поверить. Теперь сразу возникает вопрос, а зачем тогда нужна была эта ситуация? Объясняю. Человек не должен верить в любовь между мужчиной и женщиной. Он должен иметь свою веру, направить выше. И поэтому стрессы создаются между мужчиной и женщиной для того, чтобы веру поменять человека. Понимаете, все события тяжелые в нашей жизни – это экзамены, которые сдаются только одним способом. Если у человека нет высокой веры, значит, он будет страдать. И почему этот стресс возникает? Для того, чтобы через страдания поменялась вера. Есть только одна цель стресса. Понимаете, я привожу пример. Неправильная выбранная цель. Что происходит? У человека вся психика погружается в нее. Допустим, женщина решила, что высшей целью ее жизни является ее ребенок. Она ради ребенка начинает жить и думать только о нем. Все остальное – фигня. Только ребенок. Неправильная выбранная цель. Что дальше происходит? Так как ребенок не Бог. Естественно, что он предает ее в этих чувствах. Потому что когда женщина очень сильно в ребенка верит, это значит, что она сильно надеется, что он отдаст тем же. То же самое. А ребенок – это просто человек. Он не может то же самое отдать. Вот эту любовь чистую нашего сердца назад не отдаст никто. Сколько бы женщина ни вложила в приготовление пищи для мужа с любовью, он никогда не сможет ее отблагодарить за это в полной степени, потому что у нас есть эгоизм внутри. Эгоизм, он обрезает благодарность. Он не делает ее абсолютной, понимаете? Только Бог может быть абсолютно благодарен. Только святость может быть абсолютно благодарна. Поэтому абсолютные чувства мы испытываем только в отношениях со светлым и высшим, которые в нашей жизни должно обязательно быть. Если у человека такого нет, светлого и высшего, то он вот эти светлые и высшие чувства вкладывает в отношениях с близкими людьми. И так наступает неправильно выбранная высшая цель жизни. Ребенок – это цель жизни? Отвечайте на вопрос. Цель жизни. Цель жизни, но не высшая. Это цель жизни, но не высшая. Она называется важной целью. Это важная цель жизни ребенок, но не высшая. Пытайтесь понять разницу, да? А? Продолжение жизни. Важная цель жизни. Жизненно важная вещь. Но не цель, не высшая цель жизни. Спасибо. Видите, я хотел воды. Бог мне дал воды, но не сразу. Со временем. Через этого замечательного человека. Вот. Так всегда бывает. То есть надо подождать просто и все. Итак, движемся дальше. Если человек не выбирает высшую цель правильно, стресс неизбежен. Потому что цель жизни – это выбрать правильно высшую цель. Цель человеческой жизни. Человек рождается на свет для этого. Он должен выбрать. Мы разумные существа. Мы родились для развития разума. Мы не разделись просто наслаждаться в этом мире. Понимаете? Как происходят эти события? Сначала женщина погружается в отношения со своим сыном. Гляжу тебя как зеркало, да? Вот. То есть дальше что происходит? Дальше она начинает верить в него. Потому что душа не может просто так выбрать цель. Она начинает погружаться в отношения. Душа бесконечная по природе. Она бесконечно в своего сына верит. Он становится ребенком Индиго у нее. Не просто ребенком, а ребенком Индиго. У кого-то из вас есть ребенок Индиго, нет? Я вот об этом как раз говорю. Если у вас есть ребенок Индиго у кого-то, я как раз об этом говорю. Понятно, да? Вы скажете, так у меня правда ребенок Индиго, а я тоже правда об этом говорю. Итак, что происходит дальше? Вот этот ребенок Индиго растет. И неожиданно начинает что-то вытворять такое непонятно. Он вроде бы ребенок Индиго, а ведет себя, блин, непонятно как. Потому что ребенок сначала, он абсолютно безгрешен. Грехи из сердца человека выходят с возрастом. Чем больше возраст, тем интенсивнее они выходят из сердца. Потому как ребенок рождается, в нем видно только душу. Поэтому мать его любит и все его любят. Потому что он чист. У него еще нет кармы, не начинает работать. Понимаете? И глядя на ребенка, можно понять, как душа выглядит. И глядя на святого человека. Только разница заключается в том, что в святом человеке она не меняется, а в ребенке меняется с возрастом. Приходит время, и ребенок так чисто уже себя не выглядит, как раньше. Но мать его видит таким же. Почему? Потому что она помнит то, что она видела сам в рождении. Мать не забывает этого. Поэтому любит постоянно своего ребенка. Только душу можно любить в человеке. Невозможно просто человека любить. И так приходит время, и он начинает вытворять. Больше того, он забывает про ее любовь и начинает жить своей жизнью. И мать чувствует жуткий стресс. Когда, если так произошло, жуткий стресс она чувствует. Что делать? Вопрос такой, как выходить из стресса? Есть только один способ. Изучать о том, какова цель, высшая цель жизни. Если человек не изучает этого, он не сможет выйти из стресса. Как сделать так, чтобы вышел... Мне женщина подошла на лекции недавно и говорит, как сделать так, чтобы я забыла мужчину. Мы уже не вместе, я не могу забыть постоянно. Постоянно помню, думаю, думаю о нем. Как мне сделать так, чтобы я забыла? Я говорю, ну понимаете, вы же не просто так думаете о нем. Вы поклоняетесь этим отношениям. Вы верите в эти отношения. Ведь не важно, как бы человек, не важно, какие отношения у вас были. И вы сейчас думаете об этих отношениях, поклоняетесь ему. Она говорит, да. Я говорю, это означает, что вы выбрали высшую цель жизни неправильно. Поэтому вы в стрессе. Она говорит, что делать? Я говорю, надо поверить в святость, а не в мужчин. Она такая, я не понимаю, что вы говорите. Олег Геннадьевич, мне нужна помощь прямо сейчас. Я в стрессе нахожусь. Сейчас прямо думаю об этом человеке. Я взял ее за руку и говорю, я сейчас прямо думаю о своем наставнике. Вы прямо сейчас думаете об этом человеке. Давайте каждый будем думать о своем. Она рядом со мной вот так стояла, взял ее за руку. Она думает об этом человеке, я думаю о своем наставнике. Проходит время, и она мне говорит, Олег Геннадьевич, что-то я его забываю. Я говорю, знаете почему? Потому что более сладкий вкус всегда остается в сердце, а менее сладкий уходит. Высшая чистая любовь к своему наставнику. Чище в десять тысяч раз, чем любовь просто к мужчине. Поэтому я вам говорю, выберите себе наставника. Выберите себе святого человека. Начните думать о нем. Ваше сердце станет спокойным. И потом, когда вы выберете себе мужчину, вы будете правильное отношение с ним строить. Вы уже не привяжетесь к нему как сумасшедшая. Потому что когда женщина как сумасшедшая к мужчине привязывается, он не может ее чувства выдержать и всегда ее бросает. Как он не выдерживает? Это очень просто. Или он наглеть начинает. Или он просто отвергает ее такие чрезмерные чувства. Мужчина не может выдержать всех чувств женщины. Представьте, женщина. Я тебя очень сильно люблю. Такая бросается. Все, все, я не могу. Все, отстань от меня. Поднимите руку, у кого так было. Можно выдержать, нет? Невозможно выдержать. Никто не может выдержать такого. Только Бог может выдержать. Понимаете? Человек не может выдержать. Поэтому и человек должен высшую цель своей жизни Богу отдать. У нас огромная сила любви в сердце лежит. Мы не можем выдержать. Каждый из нас не может выдержать эту силу от другого человека. Мы не Боги, понимаете? Вот поэтому и стресс возникает. Как выйти из стресса? Поменять высшую цель. И она говорит, Олег Геннадьевич, я поняла, что когда вы меня за руку держите, мне спокойнее становится. Но я же не имею такое отношение, как вы, с этим возвышенным человеком. Я говорю, так значит, вам надо их иметь? Она говорит, а как их иметь? Я говорю, очень просто. Вот так же, как ребенок бежит в лицо один и кричит, мама, мама, мама. Так человек должен молиться святому человеку в своем сердце, чтобы начались отношения. Надо вот посмотреть на изображение и плакать. Говорит, я один, помоги мне, помоги. Я здесь неухоженный. Я здесь не знаю, как мне жить. У меня постоянно сомнения. Я не знаю, как поступать правильно. Хочу чистоты, жизни чистоты. Помоги мне. Я хочу правильно все делать. Я не хочу такие поступки совершать, чтобы потом мне то же самое делать. Я не хочу так осуждать людей, чтобы у меня в жизни такое же было. Помоги мне, пожалуйста. И сразу облегчение наступает. Приходит вот эта благодать. Когда человек искренне обращается к святости, немедленно приходит чувство. Немедленно. Надо просто понять, зачем мне это надо. Итак, как работать над собой? Только так работать над собой. Все остальное фигня. Некоторые думают, что работать над собой в стрессе означает разные вещи. Например, пытаться успокоиться. Я привожу такой пример. Если у вас в попу вам воткнули иголку, пытайтесь успокоиться. Иголка в попе торчит. Психологи как ведут? Ты не чувствуешь иголку в попе. Хорошо, давайте психологу воткнем. И говорим, ты тоже не чувствуешь иголку в попе. Он говорит, я чувствую. А он должен не чувствовать. Это же безумие. Как можно успокоиться, если иголка в попе торчит? Не успокоишься никак. Чтобы успокоиться, нужно, чтобы иголку выткнули из попы. Для этого есть только один метод. Веды сравнивают. Когда человек обретает вкус более сладкой конфетки, он естественным образом забывает про менее сладкую конфетку. Поэтому и не надо думать ни о чем. Надо просто найти более сладкую конфетку. Не надо самовнушением заниматься. Не надо выпендриваться, выдумывать что-то. Надо найти более сладкую конфетку, менее сладкая сама забывается. И для этого именно стресс создан. Чтобы мы более высокую цель в жизни поставили. Веды говорят, чем выше цель, тем больше счастья и чище оно. От нее идет счастье больше и чище. И поэтому, естественно, человек движется к счастью. Поэтому и прогресс идет в человеческой жизни. Что мы выбираем более высокую цель, более чище счастье и больше счастья. Еще более высокую, еще чище. И так постепенно к Богу идем. Как птичка летит к солнцу. Да? Ну птичка, она когда летит к солнцу, она может перышки опалить, и сгореть, и упасть. Вот. Но человек, когда к Богу летит, он перышки не опаляет. Что такое терпение? Терпение – это когда человек имеет много счастья в своем сердце. Вот смотрите, когда счастья в сердце нет, нет терпения. Допустим, почему я не могу терпеть? Потому что мне не хватает счастья. Допустим, я голоден. Когда человек голоден, у него тонкое тело, ум хочет кушать, да? Понимаете, что не тело, а ум хочет кушать. Когда тело хочет кушать, просто слабостью все. Ну слабости есть, ну ничего страшного. Вот. Но когда ум хочет кушать, он говорит, кушать хочу. То есть это эмоционально такое, невозможно терпеть, да? И допустим, я сижу, терплю. А жена такая, ходит, поет, танцует такая. Я говорю, кушать хочу. Она, да-да, сейчас приготовим. И занимается своими делами. Там такая, ля-ля, тро-ля-ля. И ничего не готовит мне. И говорю, моя хорошая, кушать хочу. Она, я понимаю. Да, сейчас чуть попозже. Счастье кончается. Кушать хочется, счастье кончается. И тут я забываю, что я Олег Геннадьевич Тарсунов. Что я рассказываю всем о том, как надо терпеть. Что я тут на лекциях делаю крутой вид. Всех наставляю постоянно. Даже тех, кто меня критикует, все равно наставляю. Я очень крутой. И возвышенный человек. Я забываю об этом. У меня очки поднимаются вверх. Я говорю, ты понимаешь, что я кушать хочу или нет? Знаете, начинаю на нее наезжать в результате. Почему? Потому что терпение основывается на внутреннем счастье. Теперь второй вариант. Я понимаю, что мне сейчас не положено кушать по судьбе. Почему? Потому что кончилась еда. Бывает такое, что что-то кончается в жизни. Ничего не сделаешь. Моча кончается или еда кончается. Ну что-то кончается, потому что мы же временно живем в этом мире, не постоянно. Вот. И что я делаю? Я сажусь перед святым человеком и начинаю свой душевный разговор с ним. Начинаю молитву. И чувствую в сердце благодать Божия наступает. Я думаю, вот для чего ты мне, Господь, это сделал, чтобы я тебя вспомнил. Начинаю свою молитву. Взбываю про жену. Постоянно молюсь. Молюсь просто, молюсь ему. Когда я молюсь, эта молитва, она очищает пространство вокруг меня, очищает карму. Так как карма заставила жену не понимать, что я голоден, у нее закрыто было сердце. Но так как я молюсь святому человеку, постепенно эта чистота распространяется вокруг меня. И наступает такой момент, когда у нее сердце открывается. И она думает, блин, так я же не готовлю мужу. Чем я занимаюсь? Треля-труля-ля какой-то. Надо же идти готовить. И она быстренько бежит и начинает готовить. Почему? Потому что экзамен сдан, зачем дальше человека мучить? Понятно, что такое терпение? Терпение – это когда ты общаешься с возвышенным чем-то. Итак, терпение – это вещь, которая основана на счастье. Человек не может терпеть ситуацию тяжелую в жизни, если ему не хватает счастья. Поэтому кто такой святой человек? Святой человек – это у которого озеро счастья очень сильно в жизни. Потому что у него глубокие отношения с высшими силами. И у него много-много счастья, способного терпеть тяжелейшую боль. Понимаете? Когда у человека много вот этой силы счастья внутри, он может терпеть и голод, и холод. И может терпеть физическую боль, и психическую. И даже может перетерпеть момент оставления тела. Когда человек оставляет тело, это самый тяжелый экзамен. Это самая тяжелая боль внутренняя. Потому что мы к телу сильно привязаны. Когда человек в момент оставления тела даже думает о Боге и молитву совершает, это значит, что он все свои экзамены в жизни сдал. И это значит, что он пойдет очень высоко в следующей жизни. Там, где нет страданий. Там, где вечная и чистая жизнь. Понимаете? Мы живем для сдачи вот этих всех экзаменов. Наша цель – возвыситься. Наша не цель – построить дома, машинки там хорошие купить. Наша цель – сдать свои экзамены. Поэтому это жизнь сутканная из страданий. Да? Да? Не дает зарплату работник? А какие варианты? Наша цель – настаивать. Наша цель – настаивать. Классно. Спасибо. Я как-то не думал даже… Готовьте сами. Зачем жена должна вам готовить? Знаете, вы мне не открыли глаза. Я понял, что вот так надо мыслить. Надо готовить самим, если жена не готовит. Спасибо вам большое. Ну, вы задали вопрос или что-то сказали? У вас есть вопрос. Можно я вам задам вопрос? Чтобы мы лучше разобрались с теми. Вот смотрите, если вы не терпите ситуацию, подходите к начальнику и говорите, дай, пожалуйста, денег. Второй вариант. Вы вытерпели ситуацию и с добрым сердцем к ним подходите. Когда он быстрее даст денег? Когда вы по-доброму его спросили? Или когда вы настаиваете? Хорошо, по-другому задам вопрос. Я подхожу к старшему и говорю им по-доброму насчет денег. Или подхожу к старшему и в раздраженном виде. Это может быть не злоба, но он это воспримет как злобу. Поэтому есть разные уровни понимания ситуации. Один уровень – это ситуативное мышление, то, что мы сейчас с вами делаем. А другой уровень – это понять, почему это все происходит. Всегда, когда что-то происходит, это происходит для того, чтобы я сердце свое поменял. Он сердце свое поменял, попытаетесь это понять. Допустим, если бы я сейчас был в раздраженном состоянии, вы бы со мной не разговаривали. Я должен был сначала принять от вас вот это, то, что вы мне сказали. Почему сами не готовьте? Готовьте сами. Я принял хотя бы теоретически, потому что с точки зрения моего сердца, оно еще не понимает пока, зачем мне самому готовить, когда у меня есть жена. Но я принял от вас просто теоретически, как наставление. Вы мой наставник сейчас, понимаете? Но если, допустим, и это экзамен, хотя бы чуть-чуть сдан. Точно так же с деньгами. Когда человек не получает деньги, он должен просто понять, что Бог его чему-то учит, хотя бы теоретически. Сначала он теоретически это понял, у него сердце успокоилось, а потом у него и уже есть право разговаривать с начальником. Потому что большинство людей даже не пойдут к начальнику говорить в гневе. Почему? Потому что они боятся, что он их выгонит с работы или плохо думать о них начнет. Когда человек переварил ситуацию в сердце, он может спокойно прийти и сказать, я знаю, что есть какая-то серьезная причина, но я не могу понять вот все равно до конца, почему же у нас нет зарплат до сих пор. И тот скажет, что на самом деле мы на грани банкротства, и поэтому у нас нет зарплаты. Если я сейчас выдам зарплату, у нас больше никогда не будет зарплат. И он думает, господи, как хорошо, что я все гнев прекратил, я даже не знаю, насколько там дела фирмы сложные. Насколько это все сложно, я думаю, что они просто жадничают, а там все серьезно. Вы получили ответ? Если человек мыслит с высшей точки зрения, он и низшие вопросы решает очень хорошо. Очень хорошо. Высшая точка зрения такая, если мне что-то сказано, значит, в этом есть смысл для моего сердца. А потом уже философия. Сначала сердце, потом рассуждение. Если со мной что-то сделано, сначала я сердце очищаю, молюсь, а потом уже дальше можно общаться, можно не общаться. Может быть, уже не надо общаться будет, потому что я все понял. Терпение означает связь с Высшим. Сначала молимся, потом все остальное. Давайте сядем прямо. У нас уже нет времени. Мне уже бесполезно носить бумажки. Время кончилось, и надо уже заканчивать лекцию. Давайте немножко потренируемся. Я надеюсь, что эта лекция, она была не зря. Нормально все было? Я просто немножко поменял формат. Я отвечал на вопросы, и у нас были диалоги. Да? Так будем продолжать? Вам понравилось? Потому что кто-то возмущался. Людям надо сказать, это важно, чтобы потом решить ситуацию. Мысленно кланяемся святому человеку. Святому священному писанию. Допустим, в мусульманстве нет, ликом не кланяются, кланяются священному писанию. Это тоже хорошо. Святому имени, святому человеку, священному писанию, святому имени, сами выберите для себя. Я устал жить для себя. Мне надоело просто так жить. Я хочу чистоты и знания. Я хочу высоты. Я хочу любви. Пожалуйста, разреши мне служить тебе. Я хочу выполнять твои наставления. И повторяем, я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья от его имени. Это он желает всем счастья. А я хочу научиться чувствовать его чистоту и его пожелания. Святой человек – это тот, кто всегда всем желает счастья. Он бескорыстен. А я всегда хочу счастья только себе. Я хочу научиться жить правильно. Мне надоело страдать. Такой настрой. Не забывайте, когда вы почувствуете радость в сердце, почувствуете печаль, мысли какие-то, вспоминайте опять о святом человеке и повторяйте, я желаю всем счастья от его имени. Не забывайте этот настрой. Иначе цель нашего практикума, вот этого, не будет достигнута. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Субтитры создавал DimaTorzok